Ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же Новости312. Сегодня в этом ролике мы поговорим о двух вещах. Во-первых, о том, как Банжи будут поддерживать песни после того, как выйдет марафон. Ну и во-вторых, с кем там Банжи судилась ещё раз, в очередной раз. То есть у меня там есть серия роликов, да, где Банжи судится с какими-то читерами, там ещё с кем-то, но ситуация немножко другая. Всё это мы сейчас разберём после вашего лайка, подписки на канал, прохождение колокольчиков, прохождение по всем ссылочкам, с вами ролик для поддержки стримеров. Итак, первая новость. Тут оказывается у нас когда-то вышел тред на реддите, ну новостной пост, где один из членов сообщества решил задать Банжи вопрос, что случится, если марафон схлопнется, типа. Ну, у него здесь очень длинный пост написан по поводу того, что, ну вот ребята, тут есть куча примеров, там с той же самой колдой, там ещё с чем-то, что вот компания занимается кучей игр, если какая-то там из них схлапывается, они там ещё при этом забивают на другие, бла-бла-бла. В общем, тут разработчики вышли на связь устами Банжи Хелпа и решили ответить. Они сказали то, что у Банжи нету намерений оставлять тесни, то есть много студий поддерживают разные IP в одно и то же время, и они собираются делать то же самое. Можете спорить по поводу того, что модель поддержки сейчас не в самом лучшем состоянии находится, да, и что является достаточно честным критисизмом, то есть Банжи тут типа не отрицает, что они немножко в последнее время, ну последние там 2-3 года примерно лажают, но типа они стараются, чтобы сделать всё лучшее. Вот, и точно так же, как и с первой части, с второй частью, в первый год Банжи посмотрит, что там хочет рынок, и если будет как-то ситуация меняться, они будут адаптироваться. Короче, как-то ответили достаточно витивато, но в целом смысл такой, да, то, что даже если там другая игра провалится, они будут по-прежнему поддерживать ту игру, которая работает. Как-то так. В общем, всё зависит от того, как там люди будут покупать или не покупать, там, марафон, там, последний год, там, на данный момент вышедший Лесне 2, а именно на тот момент вышедший финальную форму. То есть, напоминаю, что у нас 22 августа в 19 по Москве Банжи там будет нам рассказывать о том, какое будет у нашей игры будущее, ну и, соответственно, всё это мы будем смотреть и переводить. Поэтому заходите, приходите и так далее. Просто в сообществе реально в последнее время очень много дискуссий на эту тему, очень много видосов и так далее, но... Я понимаю, что сейчас сезон у нас, мягко говоря, немножко вялый, но надо всё-таки переждать, дождаться августа, там, анонсов и так далее, и тогда уже как-то решать, что там нам с игрой делать. Просто объявят они там следующие три года, там, объявят там то, что у нас после того, как мы разберёмся со свидетелями, со свидетелем, да, в следующем дополнении, нам придётся долбиться с вексами, да, там. Банжи где-то объявили то, что основным противником у нас следующий... Следующего путешествия на 10 лет, возможно, будут вексы, когда люди просят в следующий раз. Ну, типа, да, понятно, то, что вексы, это у нас что-то типа мистерионов, да, из старого мультика Капитан Скарлетт и Мир Будущего, который там контролирует прошлое, настоящее, будущее, там, все виды развития ситуации, и это настолько зло и зло, что оно презирает другое зло. Но, блин, посмотрим. Ладно, что касается следующей темы... Банжи в очередной раз с кем-то судится. Вышел большой вот такой документ из суда, составленный, там, Банжи, их адвокатами, там, и так далее, по поводу того, что до одного из их сотрудников домогался, ну, буквально, какой-то сумасшедший, и они на него подали в суд. То есть, кому интересно, можете стоп-кадр нажать, посмотреть, ну, или я потом в описании к ролику приложу этот документ. Но суть в чём? Тут вот игромания передала. Банжи известна своей нетерпимостью читерам, которые выплачивают студии десятки миллионов долларов по решению суда. Некоторое время назад игрок Destiny 2 решил пройтись по личности разработчиков и не поскупился на угрозы. Банжи быстро это пресекла, и сегодня суд заставил нарушителей выплачивать крупную сумму. Злоумышленник каким-то образом раздобыл контакты сотрудников и отправлял оскорбления, в том числе и расистские. Подвергались угрозам у родственники разработчиков, а однажды нарушитель заказал пиццу на добытый адрес. Банжи обратилась в полицию, телефонная компания выдала имя абонента, совершившую анонимные звонки. Победа студии в студии была лишь вопросом времени. Сам злоумышленник не стал отрицать свою вину. В итоге ему запрещено контактировать с каким-либо сотрудником Банжи, а также он должен уплатить все расходы на защиту разработчиков и судебной задержки почти 500 тысяч баксов. Ну да, там, как я понял из этого документа, я там по нему пробежался. Какое-то время, пока этот человек до разработчиков докапывался и так далее, вот отправлял вот все это говно, пардон за мой французский, разработчики, чтобы защитить там, я так понял, там были высказывания в адрес самого разработчика, в адрес его там жены и так далее, чтобы все это дело как-то пресечь, там задействовать полицию и так далее, потратили где-то около 300 тысяч долларов. То есть, соответственно, они, я так понял, с него решили взыскать эти 300 тысяч долларов и дополнительно там еще сверху 200 тысяч, чтобы неповадно было так сказать. Просто где-то тут была точная сумма указана сверху. Вот, да. То есть, услуги адвоката 83 тысячи, затраты 240 тысяч, потом еще 200 баксов что-то сверху и в целом 489 тысяч. Как-то так. А, ну и... Ну и основная сумма. В общем, пожелаем удачи всяким, в кавычках, здоровым и нездоровым людям, которые занимаются всей этой фигней. Типа, вот реально человеку заняться нечем. Короче, ладно. Спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписывайтесь на колокольчик, прожимаем, чтобы не с этим наваление о выходе новых видосов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok